Итак, сегодня 2 марта, мы начинаем структурную обрезку наших экранов из липоевропейской паледа. Это который у нас первый ярус трехъярусной живой изгороди. Погода у нас великолепная, солнышко, днем у нас уже плюс. Экранчики вот стоят, ждут наших волшебных зеленых рук. И сейчас мы сделаем обрезку им. Вот такой зимний уход у нас за нашими липами. Так что, хорошего, рабочего, продуктивного дня нам сегодня. Итак, друзья, каким инструментом мы работаем по структурной обрезке со шпалерами? Значит, это секатор акатсуна, вот такой, сто третий, это раз. И второе, это вот такие тоже акатсуны. У нас ножницы пинты, они именно хороши, что можно залезть во все узкие места. Вот, собственно говоря, и весь набор, который мы используем для работы по структурной обрезке со шпалерами. Итак, проверяем работу мастеров. Одели перчатки, взяли руки, ножницы, погнали. Правильно, правильно. То есть обрезка структурная, классическая, две-три почки оставляем, малопродуктивные вырезаем. Все, что смотрит внутрь, все, что недееспособное, потерянное, все это вырезаем напрочь. То есть оставляем только для структуры. Две-три почки оставляем и никогда не обращаем внимания на древесину. Вот, например, вот это надо вырезать было. Вот, вырезали. И пенечки, главное, не оставляем. Все, вот вырезали. И так вот проверочка уже идет по каждой абсолютно веточке. Проверяем все, что подмерзло, естественно, вырезаем. Все. Ну вот, кипит работа по структурной обрезке шпалер. Обратите внимание, как работают мастера ЭКО-Сити Гарден Сервис. Начали у экрана, правую сторону уже прошлись. Здесь, это уже финишный результат обрезки. На кончиках мы формируем поларды на кончиках ветвей. И вот такой результатик уже. И на том экране тоже. В среднем на один экран уходит от двух до трех часов. То есть, в принципе, с каждым годом структурная обрезка, она становится сложнее и сложнее. И самое главное, интереснее и интереснее. Вот такой вот результат. Очень даже ничего. Потом уже японские лестницы здесь расставим. И самое интересное уже произойдет наверху. Там мы будем формировать поларды. На это я уже запишу отдельное видео. А вот на кончиках, как я говорил, ветвей мы формируем вот такие поларды. То есть, будут вот такие кулачки у нас на кончиках как раз всех ветвей. Вот видите, работа по ним ведется. Итак, вот как раз произведена обрезка структурная двух соседних экранчиков половин. Почему именно эта половина и эта половина? Очень важное вот это расстояние между шпалерами. Оно всегда должно быть. Там, как я говорил, формируются кулачки на концах. Но вот это расстояние, оно ни в коем случае не должно смыкаться. Еще что-то там должна быть идеальная. Идеальный микроклимат внутри. Ну и вообще эстетическая еще сторона. Дело зимнее. Представляете, эти кулачки нарастут со временем. И то есть, какой будет вид красивый зимний. Вот поэтому так вот. А вверх это всегда остается. Там идет другая схема обрезки. Абсолютно другая. О ней я запишу видео уже завтра. Вот от следующего видео выйдет. Вот так вот. Такие вот у нас экранчики получаются. По структурной обрезки. Два соседних. Уже третий час обрезки идет. И вот на таком этапе. То есть, работа очень кропотливая, трудоемкая, высокопрофессиональная. Ну и плюс нужно иметь определенный, все равно, какой-то творческий потенциал. Потому что работа творческая. И немного мыслить, уметь образами. Так, друзья, вот обратите внимание. Произошла структурная обрезка как раз экранчиков. Пока что без верхнего яруса. Там мы будем, пометуя о пекальном доминировании, будем применять чуть-чуть другую схему обрезки. Это у нас будет завтра. А сегодня вот структура такая. Уже мастера сейчас оканчивают практически. И вот такой уже эффект от обрезки. В общем-то, это вот результат как раз сегодняшнего дня. Обрезочки. Ну и будем поларды уже наверху формировать. Завтра этот будет процесс происходить. Ну вот такой вот эффектик у нас.